В этом году почетного ветерана Подмосковья Павла Павел Комкова поздравил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев. В это время очень важно, чтобы вы объясняли, многие просто не понимают, в чем заключается фашизм. С фашистскими захватчиками молодой Павел Комков столкнулся в начале 45-го года, когда оказался в Прибалтике. В Реутове же Павел Гаврилович живет последние 16 лет. Не так давно ветеран отметил 95-летний юбилей. Ходить никуда не хожу, вот только на прогулку хожу. На стадион, говорят, ходите? Да, все время, каждый день на стадион, на стадионе, да. Самое главное, что я пока живу сейчас свою и дай бог, что мне бы еще немножко, ну, стараюсь прожить 100 лет. Вековой юбилей в следующем году будет отмечать жительница Реутова ветеран войны Мария Стапенко. Накануне праздника Победы цветами и ценными подарками ее поздравили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Реутова Станислав Катеров. Как у вас тут? Все нормально? По хозяйству, во дворе, все? Управляющая компания? Знаете, сейчас тишина. Порядок? Вот я хочу сказать, Станислав Анатольевич, спасибо за детскую площадку. Низкий вам всем поклон. Фронтовой путь Марии Федоровны во многом повторяет то, что пришлось испытать миллионам советских воинов. В армию ее призвали юной девушкой. В 19 лет она вычисляла врага по звуку самолетных моторов. Несколько раз ее жизнь была буквально на волоске, но, как говорят, родилась в рубашке. Мужа Марии Федоровны уже давно нет в живых, но сама она сдаваться годам пока не собирается. Вдохновение и бодрость духа ветеран черпает в общении с молодежью. Они также поздравили Марию Федоровну с праздником. Раскудрявый клён зелёный лист резной. Я влюблённый и смущённый пред тобой. Юлия Сергеева, Пётр Гаретов, телеканал ТВ Реутов.